Nubia Red Magic 7 это первый миллионник компании ZTE, нам обещают более миллиона баллов в синтетике. Смарт будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 1. Это первый смартфон 2022 года, который будет поддерживать проводную 165-ваттную зарядку. В Китае официалы начали продавать восстановленные Huawei P40, P40 Pro и Huawei Nova 7 Pro с небольшим прайс-катом. Стоимость их на Алисе сейчас 660, 946 и 584 доллара соответственно. Смартфоны чинит не обязательно Huawei, но их лично сертифицирует и дает гарантию на 1 год. Ну по сути делают как Apple. iPhone 12 Pro Max стал лидером в нише смартфонов, которые дешевеют медленнее всего. Среди Android смартфонов стал лидером Google Pixel 5. Moto Edge X30, я напомню, что это первый в мире смарт на базе Snapdragon 8 Gen 1. Компания Lenovo готовит глобальную версию, она будет называться Edge X30. Судя по всему, этот смарт также первым станет глобальным аппаратом на базе этого процессора, опередив Mi 12 и Realme GT 2 Pro. С точки зрения вау-эффекта мне больше зашла новость про их новую Motorola 4Niter. Это название рабочего прототипа, но смарт обещает получить Snap 8 Gen 1, 200-мегапиксельный датчик в основной камере, OLED-экран с кадровой частотой 165 Гц и 125-ваттную проводную зарядку. Она должна заряжать аккумулятор емкостью 4500 мАч за 13 минут. Немножко тема с QR-кодами поднадоела, но тем не менее, в России начали делать кастомные айфоны, на корпус которых может быть нанесен QR-код. Этот корпус может быть как из титана, так и из чистого золота. Как вы думаете, опустят ли везде с таким, даже если QR-код будет никуда не везти?